Если взять канекорсы, это какая собака именно по дрессуре? Ну, как сказать, нету такого, что это как овчарка, она за день схватила все на лету, но и нету такого, что мы там неделю занимаемся и пытаемся добиться одной команды, да, то есть, в принципе, собака достаточно быстро учится, если собаку смотивировать, да, то есть, если собака работает там за вкус, ну, там за какую-то любимую вкусняшку, да, там, к примеру, у меня это там мясо, да, то есть, я нарезаю кусочки мяса мороженого и потом даю, то есть, на дрессировке. Если считать по интеллекту и по том, как быстро ее дрессировать именно по пятибалльной шкале, то 4 балла спокойно, то есть, ну, собака быстро учится, главное ее смотивировать, чтобы, ну, как бы, она хотела заниматься, чтобы у нее был интерес, чтобы не было такого, что он там хочет там куда-то убежать, там такое, то есть, именно там взяли вкусняшку, там, лоп, сидеть, там, ну, то есть. В некоторых практикуется, в некоторых породах, особенно больших, практикуется не только мотивация, а и наказание. Вот можно ли эту породу наказывать или ты вообще никогда не наказываешь? Ну, тут, если в дрессировке, то я не советую наказывать собаку, так как, ну, собака потом, ну, она не захочет заниматься, она, ну, то есть, если мы, допустим, подозвали собаку ко мне, она там где-то побегала, что-то понюхала, мы пришли там и, то есть, к примеру, не дали вкусняшку, там еще и накричали, а кто-то там еще и ударил. Собака после такого вообще может не подходить. То есть, с собакой мы работаем именно, ну, то есть, за вкусняшку, за, ну, то есть, все хорошо, что там нигде не это, потому что собака может просто не хотеть работать в дальнейшем, и все. То есть, у собаки должен был, ну, быть интерес. Собака не должна бояться, там, и выполнять какие-то команды, там, и так далее. Собака не должна бояться, там, и так далее.